В 2024 году исполняется 135 лет со дня рождения Александра Вертинского, знаменитого российского шансонье, автора и исполнителя романса. Кроме того, он снимался в кино и даже написал мемуары под названием «Дорогой длинную». Вертинский прожил интересную и насыщенную жизнь, побывал в многих странах и был знаком с известными поэтами, актерами, музыкантами своего времени. Александр Вертинский родился 21 марта 1889 года в Киеве. Его отец Николай Петрович Вертинский был частным поверенным и журналистом. Мать Евгения Скалацкая была дочерью правителя городского дворянского собрания. У Вертинского еще была старшая сестра, ее звали Надей. Отец Вертинского Николай Петрович уже был тому времени женат на другой женщине, поэтому Александр и Надежда считались незаконорожденными. Маленький Саша почти не знал своих родителей. Мать умерла, когда ему было всего три года. Через несколько лет умер и отец, поэтому Александра отдали на воспитание тетки, сестре Евгении, а Надежду отправили в другой город. Саше же сказали, что его сестра умерла. Наде же про брата сказали то же самое. Жизнь с теткой была тяжелой. Мария Степановна ненавидела Сашу, называла его негодяем. Когда Александр поступил в гимназию, то у него сразу же начались проблемы с учебой. Он получал плохие оценки, прогуливал в школу. Через некоторое время он сбежал от тети и стал бездомным. Работал где придется. Он был игрушщиком и бухгалтером, однако его постоянно отовсюду увольняли. Но Александр вдруг начал увлекаться театром. Часто ходил на разные спектакли и даже пытался сам участвовать в различных постановках. Через некоторое время Вертинский решил перебраться в Москву. Он хотел сделать карьеру. Там он продолжил заниматься театральной деятельностью. Вертинский играл эпизодические роли в разных творческих кружках. Александр Вертинский также пробовал себя в качестве режиссера. Он поставил пьесу Александра Блока «Балаганчик» на сцене одного из театров. Вертинский восхищался поэзией Блока, называл ее стихией, формирующей наш мир. Александр даже исполнял романс в голубой далекой спаленке. Также в Москве Вертинский познакомился с Владимиром Маяковским и Игорем Северяниным. Александр много думал о своей сестре, искал ее. По одной из версий, он приехал в Москву, чтобы найти сестру. Однажды в газете «Театр и искусство» он увидел упоминание о некой Н.Н. Вертинской и сразу решил написать ей письмо на адрес театра. «Милая, незнакомая Н.Н. Вертинская, у меня такая же фамилия, как у вас. У меня когда-то была сестра Надя. Она умерла маленькой. Если бы она была жива, она была бы тоже Н.Н. Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия, но у меня никого нет на свете. Я сделал это от скуки. Напишите мне, если вам не трудно». В итоге Н.Н. действительно оказалась его сестра Надя, с которой Вертинского разлучили в детстве. Они встретились, а затем поселились в небольшой квартирке в Москве. В Москве Вертинский пытался поступить в Московский художественный театр. Однако ему это не удалось. Экзамен принимал сам Константин Станиславский. Ему не понравилось, что Вертинский не выговаривал букву «Р». Однако, несмотря на неудачу, Вертинский все-таки поступил на службу в театр. Его взяли в Мамоновский театр миниатюр. Им заведовала Мария Арцебушева. Там Вертинский сочинял песни, стихи, придумывал пародии. Они представляли собой сценки, которые разыгрывались перед зрителями, а Вертинский очень остроумно их комментировал. Одной из знаменитых пародий Вертинского была постановка танка. Затем он стал сочинять и другие пародии. Например, «Фурлана. Теплый грех». После начала Первой мировой войны Вертинский добровольно отправился на фронт санитаром. Он работал на тыловом военно-санитарном поезде номер 68. Вертинский служил там до 1915 года. За все время работы санитаром он сделал около 35 тысяч повязок. На войне он получил легкое ранение и вернулся в Москву. В 1916 году Вертинский был награжден серебряной медалью «За усердие на Станиславской ленте». После работы санитаром он возвратился в театр миниатюр. Там он поставил авторский номер, в котором выступал в образе Пьеро. Специально для этой постановки он написал стихи. Также он исполнял песни на стихи известных поэтов «Марина Цветаева, Игоря Северянина и других». Каждая из песен Вертинский придумывал небольшую сценку, в которой принимали участие один или два персонажа. Характер своего героя Вертинский описывал так. «Комичный страдалец, наивный и восторженный, вечно грезящий о чем-то, печальный шут, в котором сквозь комичную манеру видны истинное страдание и истинное благородство». Образ Пьеро стал визитной карточкой Вертинского. Кроме театра «Миниатюр», он выступал в Петровском театре и Кабаре «Шар птица», а потом и на выступлениях за границей. Кроме театральной деятельности, Вертинский снимался в кино. Одной из его первых ролей была роль Ангела в картине «Чем люди живы» Ильи Толстого. Также он играл в фильме «Обрыв». На съемках кинокартины он познакомился с Иваном Мазжухиным. Вертинский играл и в известном фильме «Анна на шее» по одноименному произведению Антона Павловича Чехова. Там Вертинский исполнял роль князя. Вертинский играл в немом кино в фильме «Золотой вихрь» Петра Чердынина. Одним из известных фильмов с его участием является картина «Заговор обреченных» Михаила Колотозова. В ней Александр Вертинский сыграл кардинала Бирнча. На съемках фильмов Вертинский встречался с Верой Холодной, талантливой актрисой, которую любила публика. Александр и Вера не могли быть вместе, Вера тогда была замужем. Но Вертинский часто приходил к ней в гости. Он посвятил Вере несколько песен. «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Маленький креольчик», «За кулисами». В 1920 году Вертинский решил эмигрировать. Он писал, что ему хотелось путешествий, чего-то удивительного, неизведанного. И он сел на один из кораблей в Севастополе и отправился в Турцию, в Константинополь. Там Вертинский выступал в разных клубах. Уже через год он поехал в Румынию, где тоже выступал с творческими номерами. Затем отправился в Польшу, где ему был оказан прекрасный прием. И публика хорошо приняла Вертинского. В Польше, в городе Сопот, Вертинский познакомился с Рахиль Потоцкой. Она была из богатой семьи. В 1924 году пара пошунилась в Берлине. В свидетельстве о браке Рахиль получила новое имя и фамилию Ирена Вертидис. Семейная жизнь Вертинского и Потоцкой не сложилась. Через шесть лет они развелись. В 1930 году Александр посвятил Рахиль песню под названием «Песенка о моей жене». В 1925 году Вертинский переехал в Париж. Это было самое плодотворное время для его творчества. В этом городе Александр Вертинский написал свои лучшие песни. «Танго, магнолия», «Оловянное сердце», «Желтый ангел», «Мадам, уже падают листья». Здесь он познакомился с Марлен Дитрих, с Чарли Чаплином и с другими известными людьми. Сам Вертинский так писал о Париже. «Моя Франция – это один Париж. Но зато один Париж – это вся Франция. Он был ко мне радушен и гостеприимен, как ни один город в мире». С 1935 по 1943 год Вертинский жил в Шанхае. Там он работал в газете, писал песни, выступал сольными номерами. В этом городе Вертинский познакомился с Лидией Цирквава, а 26 мая 1942 года они поженились. У молодоженов была большая разница в возрасте. Она составляла целых 34 года. У Александра и Лидии было две девочки – Марианна и Анастасия. Впоследствии они обе стали известными актрисами. В ноябре 1943 года Вертинский вернулся в Россию. Он стал выступать на фронте, исполнять песни своего собственного сочинения. «В снегах России», «Наше горе», «Иная песня». Для того, чтобы снова зарабатывать на жизнь, он начал гастролировать по всей России. В месяц Вертинский давал около 24 выступлений. Его песни подвергались жесткой цензуре. Из более чем 100 произведений он имел право исполнять лишь 30. В газетах о Вертинском не писали, по радио не говорили. Однако люди с большим удовольствием ходили на его концерты. Публика тепло принимала Вертинского. 21 мая 1957 года от острой сердечной недостаточности умер Александр Вертинский. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok